Всем привет! Вы смотрите канал Анапа Курорт.Инфо. С вами Максим и Наталья. Сегодня в Анапе 10 февраля 2019 года. Мы идем на Восточный рынок посмотреть, на месте ли он, как там проходит торговля. Сегодня воскресенье. Ну, сдается мне, что люди с мешками картошки идут не просто так, с той стороны, со стороны рынка. Да, не просто так. Мы на Восточном рынке покупаем регулярно овощи и фрукты. В течение многих-многих лет мы пользуемся услугами этого рынка. Да, сложно представить, что восточного рынка может больше и не быть. Да, что он куда-то переместится или его закроют. Хотя есть такие слухи. Полагаю, когда мы сейчас придем на рынок, мы выясним поподробнее. Полагаю, что тут в перезонном. Продолжение следует... Ну что, куда сначала? На рынок восточный или на привоз? На привоз пойдем. Пойдем. Кстати, мы еще и идем, не очень такое время активное. Уже как бы могут сворачиваться торговцы. Не очень активное время? Ну да. Ну самое активное время, наверное. Хоть держи. Часов с девяти. Ну сейчас у нас около двух часов дня. Ну заодно посмотрим цены. 2019. Мандаринчики. Зелень. Пока нет, у тебя нет, у тебя нет. Ой, а что так? Нет, у нас такого нет. Я сразу говорила, она другая, что-то из другого. А я одинаковая. А я одинаковая, что сказать? У вас другой сос, да? Да, у тебя нет. 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 Ой, это уже здесь. На рынке сейчас не сказать, что прямо много людей. Ну, я же говорю, мы идем в такие часы, когда уже большая часть людей отоварилась. Основной движняк здесь где-то число, наверное, с девяти утра и до... Основной движняк вообще здесь с пятницы. Вот пятница, суббота и воскресенье. И люди планируют уже вторые полные дня воскресенья уже на что-нибудь другое. Не хотят ее тратить на рынок большинство людей. Ну, что, будем выбирать, прицениваться? Яблоки Голден, 55 рублей килограмм. Картошка 28 рублей килограмм. А почему? Ну, я вам за 200 отдам 400. Так это 202. Будем брать огурцы? По 200? Нет, не хочу. А за сколько хочешь? Здесь тоже за 200. Огурцы по 200. Помидоры 180. Вы что делаете? Вы что делаете? Апельсины 70 рублей. Будем брать апельсины. А скажите, пожалуйста, вы случайно не знаете, что не слышно о закрытии рынка, о переносе? Пока ничего не ясно. Пока ничего не ясно? Ну, сказали, что первое. Ну, что, что не саду? Уже с седьмой год я здесь. Каждый год, каждый месяц, каждый месяц, каждый раз закрыт. Да? Каждый год? Каждый год. Не год, каждый месяц. Три месяца, два раза. Так, а в этом году, что говорят? Первого марта, что ли, будут закрывать? Переведи. Северный. Там даже стоянка нечего. Там ходы летят, поставать. Как можно? Товар, ну, где-то, триста, триста, где-то, куда-то поставят, откуда-то, кто ходит. Народ не ходит. Так, а подписи собирают в поддержку рынка? Да, собирают. Да? А где можно поставить подписи? То есть, получается, если вы соберетесь в так называемый кооператив и изъявите свое желание остаться вот на прежнем месте, то рынок могут оставить на прежнем месте? Ну, может, нам слышать. У нас депутат тоже есть. По крайней мере, рынок привоз, да? Это и оставит. Ярмарка привоз, я знаю. А с Восточным решено то, что его будут переносить? Это же Восточным, если ничего не решено. Ну, все понятно. Я с детьми, я с детьми, собою. Ну, картошка в среднем у нас тут 28 рублей. По 26, по 25 встречается. Да, так что... Кто говорит, что в Анапе на рынках дорогая картошка, вот специально сегодня вам показываем, что картошка подешевле, чем обычно. Вот тоже по 28 полного картофеля. 20 рублей. На том рынке дороже. Там паровичок 60 рублей. А здесь... Да мы знаем, да. Тут уже установлено. Ассортимент яблок. По 50 рублей. Нормальные. Окурцы 230. Окурцы около 200 рублей. На рынке. Вот картофель 28. Смотрите, сколько картофеля сегодня. В пределах до 30 рублей. Грибы, вешенки. 150 рублей. Спасибо. Хорошая работа. О, огурцы по 130. Налетай. По 130. Хоть не по 200. Помидоры по 90. Что, много-мало? Нормально. Понял, что нормально. 130 нормально. Спасибо. Ну а что, в принципе, мне по такому рынку больше нравится ходить, чем по рынку переполненному людьми. Летом тут вообще, вот, пятницу, субботу, воскресенье полно людей. Можно купить даже клубнику сегодня. В феврале. Греческая. Первая пошла. 250 рублей. Кошка, да. За лукошка. Там полки. Круто. Еще не очень пахнет. Не так прям активно. Так что мне больше нравится ходить по такому рынку. Это как вчера в поликлинику, то пришла в субботу. Никого нет из посетителей. Ты одна там была. Вот так же и рынок. По рынку нравится мне больше по такому ходить. Зато я представляю, например, сколько в поликлинике есть в понедельник с утра людей. Да, да, да. Вышли с ярмарки привоз. Теперь идем, собственно, на рынок восточный. Да, ряды с зеленью. Хотим сегодня купить зелень. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что-нибудь слышно про перенос рынка, про закрытие? Ничего не слышно? То есть то, что слухи ходят, то, что могут перенести, закрыть, это все на все слухи получается. Я не знаю точно, никто ничего не знает. Я тоже точно не знаю. Я коренной напчанин. Много лет пользуюсь этим рынком. Вот пошли слухи, то, что могут закрыть. Мне эта новость крайне не понравилась. Кому понравится такое? Какое никому не закрывало? Так и многие люди против, которые ходят с этого района. Конечно. Конечно, это помешательное место. Да, оптимальное. Очень удобно. Всем удобно. Супсек удобно. Анапск удобно. Город, пожалуйста. Просто если рынок перенесут в какое-то другое место, или закроют, то есть многие почувствуют неудобство, дискомфорт из-за этого. Да, однозначно. Все, спасибо большое. Что ты здесь? 85 дай. На, держи. 85, да? Спасибо большое. Спасибо вам. Я петрушки купила, считаю, что мой поход на рынок удался. Для меня петрушка – это самое главное. Ну, сегодня именно, да? Нет, вообще, в принципе, вот в такого качества, в таком количестве, по адекватной цене зелень можно купить только на восточном рынке. Вот, вот. Она здесь не лежала, а свежая. И вот я такой приличный пучок за 40 рублей беру. Ну, что, пойдем еще пройдемся. В принципе, нам больше, по-моему, сегодня ничего не нужно, да? У нас-то запасы есть еще с прошлого раза. Приходили в прошлый раз. Что, картошку покупали, да? Яблоки еще нужно посмотреть. Посмотрите, вот, какие здесь просторные торговые ряды на восточном. Это, чтобы специально летом толкучки не было. Чтобы люди, которые приходят нормально, в удобных условиях совершали покупки. Вот отборная картошка. По 35-45. Яблоки. Смотрите, какой ассортимент яблок в феврале. В основном по 60 рублей. Ну, вот, допустим, летом в такое время уже не пройдет вариант ходить на рынок, потому что, как правило, мы ходим за ягодами, да? И тут уже, наоборот, нужно пораньше приходить, чтобы они посвежее нам достались. Ну да, летом-то мы стараемся приходить пораньше. Потому что, если прийти, допустим, летом на рынок в такое время, то уже лежал и вам достанется ягоды. Ну, давайте пакет. Давайте. по 55 тысяч. Семиренко. Да, Семиренко. А скажите, пожалуйста, вы случайно не знаете, что-нибудь слышно про закрытие рынка? Ничего не слышно? Получаются слухи, что рынок могут закрыть. Ну, никто не знает, что, когда, чего, по чему, зачем. Говорят, каждый год закрывают. Не, ну, сейчас что-то там конкретно уже там объявляют, все прочее, что, а когда, чего, и как закроют, все закроют. Может, одни говорят, что здесь просто разломают магазин, рынок оставят, другие говорят, зачем закроют. Что, говорит, вообще, никто только не знает, здесь, с вами администрация. Хотя, объявили, что уже сквер будет, остановку уже объявляют, развлекательный центр, а не рынок. Вот здесь? Так я слышал, ну, да. Нужно будет проверить. Ну, не знаю, здесь, и торгующих, никто тоже не знает. Крали, что даже дома-то еще стоят, а все, когда... Ну, однозначно, многим покупателям будет некомфортно, если рынок этот закроют. А что люди думают? Людям покупателям не комфортно, а сколько торгуются, им куда идти. Ну, так тоже же самое, то же самое. Говорят, что-то там про северный рынок. Ну, это ярмарку туда хотят перенести, там тоже сейчас ярмарку вопрос стал перенести, там тоже сейчас кооператив, арабитив думать, что как бы, кому-чего. То есть, ярмарку привоз планируют перенести на северный рынок, а рынок восточный вообще закрыть? В окрытии говорят, а перенести никто ничего не знает. В окрытии говорят, Я там по собрану собираюсь, всю неделю при собране было, объявляли, говорили, что с 1 марта туда, но потом решили, что с оператив, хотят создать аренду земли, короче, будет просто платная. Кого-то туда перенесут, на северный, там, в Одессу выделят, опять же, платная. Как же так, делают рынки просто платные из ярмарки, даешься как обычно, а здесь неизвестно, что будет толком. Спасибо вам большое за информацию. Вряд ли будет. Ну вот, несколько раз было озвучено сегодня, что на месте рынка будет сквер, мне почему-то кажется, что путают на крепостной рынок и здесь. Говорят, что вместо крепостного, рынка на крепостном будет сквер. Да. Видимо, путают, и говорят, что здесь будет сквер вместо рынка. Да, вообще, где-нибудь сквер будет. Мне кажется, что на рынке, который называется на крепостной или казачьей, там будет не сквер, а застройка двух домов, что логично. А сквер будет уже рядом. с этим рынком теперешним. Вот на месте того торгового павильона, который снесли, про который некоторые блогеры подумали, что это уже снесли рынок. Нет, ну допустим, я из официальных источников слышала, еще год назад говорили, что на месте крепостного рынка на крепостной будет сквер. Вот. А что здесь будет сквер на месте восточного, я не слышала. В общем, вся эта ситуация с рынками пока что на уровне слухов. Кто, что сказал, кто, что передал, услышал. Я какие выводы могу сделать? Рынок восточный и ярмарка привоз, это все-таки немного разные понятия. И если, допустим, рынок восточный могут закрыть, то у ярмарки привоз остаться на своем прежнем месте шансов больше. и получается, что какие-то изменения начнут происходить с самого начала календарной весны, с первого марта. Вот какой вывод делали. Конечно же, лично мое мнение, как коренного наобчанина, вот лично наше с Наташей мнение. Оставьте нам петрушку. Оставьте нам петрушку, оставьте нам картошку, выбор картошки. А летом здесь какой огромный выбор местных, местных именно фруктов и овощей. Это нужно оставить. Да, есть перевозные, но так ананасы же не растут в Краснодарском крае в естественных условиях. Пусть их привозят, конечно же. Рынок восточный очень удобен для многих, для многих людей, для многих тысяч анапчан. Зачем лишать людей такого удобства? Ну что, друзья, ждем вас в комментариях. Пишите ваше мнение по этому вопросу. Я полагаю, мы немного сегодня прояснили ситуацию по восточному рынку, по рынку привоз. Что здесь происходит. Рынок еще пока что на месте. Да. Показали, что рынок пока что на месте. Да, а то прямо уже есть вопросы, а рынок восточный еще не снесли. Да. А вот мы показываем, что пока еще не снесли. Ну что, ставьте лайки этому видео, делитесь этим видео в социальных сетях с вашими друзьями и родственниками. Желаю вам придерживаться здорового образа жизни. С вами были Максим и Наталья с рынка восточного, с ярмарки привоз. До новых встреч из Анапы. Пока. Пока. Продолжение следует...